Всех приветствую, дорогие друзья, и я вернулся на канал с новым компом. Теперь мои видео должны выходить в лучшем качестве, чем раньше. И всё это благодаря вам, мои любимые и самые лучшие подписчики всего ютуба. Я рад вернуться в строй, несмотря на то, что я опоздал с хайпом God of War Ragnarok, меня это совсем не огорчает. Контента на будущее очень много, поэтому ждём и ставим лайки. А, и не забываем подписываться. Ну а перед началом этого видео я настоятельно рекомендую подписаться на моего спонсора. Это паблик вселенной God of War, где есть самая свежая информация по вселенной Бога Войны. Есть мемы, розыгрыши, а также чаты, где ты сможешь пообщаться с другими фанатами этой серии. Ссылочка в описании. Проходя Рагнарёк, я постоянно был в ожидании того, что в какой-то момент предсказание фрески God of War 4 сбудется. Ведь сам сюжет постоянно держал меня в таком неком напряжении. Но когда Кратос в очередной раз мог обмануть свою судьбу, я даже от этого сильно прослезился. Нет, не из-за того, что разрабы немного повторили события из God of War 2, где Кратос также изменял свою судьбу, а то, что он наконец-таки обрёл покой. Всю серию, от начала истоков, он всю свою жизнь думал, что будет проклят, и готов был умереть. Боги изначально испортили ему детство, забрав родного брата. И при этом оставили ему шрам на правом глазу. Ещё Орес затуманил его разум, и тот убил собственную семью. После он и вовсе терпел издевательства Фури после того, как отказался служить Оресу. Боги его всячески использовали, обещали избавить его от воспоминаний прошлого, которые они так и не сдержали. Они врали ему и подставляли его. А когда Кратос стал богом войны, ему доводилось выплёскивать все свои эмоции на мирных городах Греции. И всё из-за богов. Смерть брата и вовсе усиливала злость к богам. А позже Зевс предал Кратоса и настроил Олимп против него. Но там, кстати, ещё титаны предали его, да его много кто предавал в тот момент. Вспомните того же Гефеста, ну он, конечно, спасал свою дочь, но... А как ещё? Ну вот, а после убийства всего Пантеона он всё равно не освободился и был проклят теми самыми клинками хаоса, из-за которых все его страдания и начались. И после всего, что он сделал, он хотел обрести покой и начать новую жизнь в другой стране. У него появилась новая семья Фэй и Атрей, но ему и здесь не давали покой. Жена покинула их мир и Кратосу пришлось в одиночку расти Атрея. Со временем он начал возвращать свою натуру убийцы богов. Хотя много раз говорил, что он хочет измениться. И вот уже практически наступил Рагнарёк. Кратос снова становится полководцем и ведёт свою армию на Асгард. Казалось бы, всё возвращается, и Кратос снова становится жестоким, но нет. В момент, когда он дрался с Тором, он понял, что должен быть лучше, что он не хочет повторять то, что делал раньше. И он видел на тот момент, что Тор сам же идёт не по своему пути, что ему это навязывают так же, как Арес навязывал Кратосу. И поэтому здесь Кратос решил сохранить ему жизнь и изменить его, что как раз и получилось. Раньше Кратос не был таким, Кратос был таким бездушным. Он убивал всех подряд, ему было всё равно. И в этом моменте нам показывает, насколько сильно за всё время поменялся наш персонаж. Кратос стал человеком и хорошим отцом. Ну а когда он увидел фреску со своим будущим, где его любят и поклоняются ему. Но, кстати, раньше в Греции ему молились испартанцы и обычные смертные. Много кто его любил, и так же сам Кратос много каких дам любил, но вы понимаете о чём я. Ну так вот, вместо смерти и мучения, которые ему предрекали ещё в предыдущей части, персонаж, не веря этому, чуть не заплакал, так как вся его жизнь была страданием. И да, я должен сделать видео, в каких частях Кратос плакал. Как по мне, это самый достойный финал для Кратоса. И я хочу быть уверенным, что разрабы его историю на этом закончат. Ведь помимо фрески, когда Кратос вырастил настоящего воина, а точнее Атрея, он отпускает его, чтобы тот в одиночку отыскал великанов. Что даёт нам понять, что будет спин-офф за Атрея. И, возможно, в Египте. Конечно, Кратос будет появляться в том же спин-оффе про Атрея. Но сможем ли мы играть за него? Пока мне ничего не известно. Как только ко мне поступит хоть какая-то информация, я сразу же запишу видео или загружу пост в Телеграме. Но ты подписывайся. Я могу с уверенностью сказать, что God of War Ragnarok очень глубокая игра. Если в неё поиграют олд-серии, то он приятно будет удивлён от количества отсылок к их глубине сюжета и того же финала. Концовка действительно очень глубокая. Те, кто не играли в старые части, не поймут, насколько же Кратос вырос. Поэтому рекомендую ознакомиться с греческой мифологией God of War. И ещё одно. В следующем видео мы поговорим о Торе и его роль на фреске в финале Рагнарока. Уж поверьте, вам будет интересно. Ну а на этом всё. Спасибо всем за просмотр. Я рад, что вы поставили лайк и подписались на канал. А также не забывайте делиться этим видео с друзьями и писать комментарии. С вами был, как всегда, ваш покорный слога Gold Thunder и... Помни, мальчик, убийство богов приводит к большим последствиям. Да пребудет с вами Кратос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова